Всем привет, с вами Дриченты, да, вы правильно все увидели по превьюшке и по названию 100 в 1, новый выпуск, надеюсь вы посмотрели все предыдущие выпуски, потому что у нас там и махачи были, и разборки, и вообще какая-то анархия пошла, за один день лям гривен потратили. Новый день, новые испытания, новые разборки, усаживайтесь, уложивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Да, буду благодарен за лайк под видео, ютубчику это нравится, вам больше рекомендую, чем-то приятно, вам не сложно. Спасибо, поехали. Гроши на вітер, відчути себе мільйонером, хоче кожу. Да, 900 тысяч спустили, хорошо. Ни в чем не отказывайте себе. Налей мне, пожалуйста. Розкол в доме, беззаконня протирозсудливости. Я вважаю, что гроши с бюджета вытрачаются нерозумно и очень быстро. Анархия мати порядку, иногда, чтобы подолать хаос, нужно играть за его правилами. С данного момента все правила отменяются. Тут сейчас будет так жарко, что украинца тебе не надо будет, поверь. Все, освежили память. Ніч після насиченного на скандали першого дня пройшла спокійно, всі втомились. Для большинства жителям, как и в реальному жизни, ранок начинается с кавы. Щоправда, в этом доме каву спершу нужно найти. Ребята, у кого этот кофе натуральный делся? Ребята, вы вчера взяли половину еды, кофе нам, на нашу комнату. Идите, б***ь. Вы только собрали хавку, оставили нам пачку кофе. Я это там открыл все, я это выбил все. Я это выбил. Отделить на двоих. Не надо, б***ь. Пей, не надо. Да, тебе пиво поделили на 100 человек. Это комната, в которой мы адресом. Да, б***ь, в чем тут это вообще Денис? Мы это вообще договаривались с другими людьми. Че, б***ь, пришел сюда? Эти крысы, б***ь, перепуганы, б***ь, они сами, б***ь, что сделают. Это безинициативные, б***ь, 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 вонючие. Ну, а так оно и есть. Так, а вообще, кофе есть или нет? А как что-то пойти, понимаешь, уже ладно, раз такой банкет ограбить и б***ь. А кофе есть вообще или нет? Есть, пачка. Но я из принципа сказал, говорит, ладно, половину, я говорю, зажрите, б***ь, не надо мне. Да, б***ь, ну что твои принципы, а не б***ь, это, пошли, побьем кофе. Б***ь, б***ь, иди, братан, а то же мне половину скажи, я их б***ь. Пам, иди ты, а то же мне половину. Братанчик, с праздником. Я влюбленный у вас всех. Проживание в доме диктует свои правила. Одни, чтобы выжить, грабуют, инши всеми силами оберегают нажите майно. Та все же беззаперечный лидер дитячой комнаты Игор вирішует, что делиться треба. Где у нас лежит кава? А зачем тебе? Хочу подивитись на каву, но в жизни не бачим, не разом. Ну, я могу тебе всыпать стаканчик, всем в стаканчик. Добре, высыпь меня, но мне на человек десять высыпают, ласка. Так я уже всыпала на человек десять в здоровую пуску, там уже нету. Там уже столько нету, я, подожди. Вы хотите попить каву нормальную, чи нет? Да там вот так вот. Вот мне половину насыпь цего. Кажут, вот так. Это твоя кава? Да. Где ты ее взяла? В смысле, где я ее взяла? В пакете. В пакете? Ну, то яка вона твоя? Хочешь, чтобы я принес сюди ведро кави, и люди попили нормальную каву? Хорошо, давай. Давай я цыплю. Але коли прокинулись майже усі, проблема с кавою перейшла на задній план. Холодный дом. Там очень холодно, как бы, в самом помещении. Бойлер не може впоратися з нагрівом води для всіх мешканців. Очередь, то, что в шесть утра я еще сплю, а тут уже кричат. Вот это вызывает дискомфорт. Сегодня я переселилась с первого этажа на второй. Ну да, типа, ну что там бойлера хватает его? Хрен да ни хрена. Ну человек пять помоется там, и то срещу, как кто-то, смотря, кто как мыться будет. Может, даже и намного меньше. Выспалась там, ребята, поспокойнее. Я лучше буду спать на полочем тут на диване, но там мне лучше. Та не всіх турбував побутовий дискомфорт. Шостому номеру Паши понад усе бракувало спілкування. Девушку найти, как бы, ну, хочется, как бы, ну, знаешь, от некоторых разов сразу как-то вот этих девушек нашли подход вот прямо. У меня не получилось. Не знаю, или девушка... Не, не отвечай. Ты понимаешь, здесь очень много людей. Низкие люди тоже люди, они имеют право на такое же существование в этом мире, как и вы. И так же мы хотим жениться, мы хотим иметь девушек. Попробуй сегодня найти себе друга, да? Собеседника. Именно выговориться. Просто когда они прикалываются, наверное, и удиваются. А ты просто понимаешь, пока ты им даешь эмоции, показываешь, что тебя это раздражает, они это будут делать. Вот поверь, проэкспериментируй. Один день – это ничто. А ты поверишь, я права. Напередодні свята всех закоханих з иниціативою створити пошту святого Валентина виступил Юра. Ребята, завтра праздник, кто-то его празднует, кто-то не празднует, но все же, типа, вот такая вот штука, почта, вот бумажка. Кто захочет написать Валентинку, можно бросить сюда, и завтра мы их разнесем. Поэтому вот такая, типа, няшная штучка будет стоять вот там в центре комнаты. 65! 65! Та, схоже, не всем пришлась до души такая инициатива. Большинство участников забило дело на эти Валентинки, никто даже не, скажем так, Юру не слушал, то, что он принес эту коробку. Так кажется, на самом деле много кто пишет, просто они так беспалево все кидают. Ага. Да. Отвожу людей, своих друзей, говорю, слушай, говорю, я не помню, как зовут, говорю, какой номер, говорю, ты, говорю, пойти, говорю, тихонько посмотри. А Мальс говорит, так а зачем, говорит, тут табло, типа, всех видно. Я говорю, не, говорю, это палево. Ты подходишь, открываешь, говорю, и уходишь, пишешь, говорю, все видят. А так, говорю, ты тихонько пройдешь, такой, посмотришь, типа, в тусовочке. А она приходит, Женя, 73. Я такая, окей. И все, черкаю и кидаю туда. Перед открытием пошты кохання Паша вирішив зробити жест примирения. Рамина, я с тобой поссорился. В этот прекрасный день я тоже у тебя прошу прощения. Давайте друг друга простим. И будем относиться друг к другу с добром, с пониманием. Это самое главное. Мы должны друг к другу нормально обращаться, независимо, какой у нас характер, какие мы есть, правильно? Часок выворачиваете. А Сергей не втратил нагоди для самопіару. Друзья, если кто-то из вас будет жениться или выходить замуж, я проведу вам свадьбу бесплатно. З перших валентинок виявилося, що деякі дівчата користуються неабиякою популярністю у чоловіків. Алина, 63-й номер. Её выгнали вчера. От кого неизвестно. Так, дорогие друзья, есть еще одно приветствие. С святом тебе поздоровлюю. Люблю тебя. И с днем закоханных для Анны, 63-й номер. Алина. Алина. Очень классный. Она написана Анна? Слухай, ты всех с розуму звела. Алина, номер 63. Чё-то всем ее пишут. Плёнок, ты мне понравился от 006 номер, да? Да. Ага. Ага, он прямо сказал, от кого прям такой, да? Такая не одна. Павло, як справжній ловелас, обрав стратегію закидання декількох гачків одночас. Та лише одній з дівчат написав від душі. Юлія, зі святом, ти подобаєшся мені, з ним закоханних. Юлія Швець, з повагою до тебе Павло. Павло, сьогодні, мабуть, вирішив всем підписати. Номер 27. Номер 27. Ну, как-то странно, когда прям всем так. Я тебя люблю, тебя буду любить. Ну, кто выберет, я всех буду любить. Всем от номера 6, Паша, ты задрал. Приходи, я тебя жду. Куда? У нас с нами так много. Ну, я думал, он одну написал, а он реально там, что всем девкам решил написать. Пався Паще Ногачок. Пашке 006, ты такой секси. Сам себе написал. Приходить. Да он сам написал. Не, не, не. Не правда. Этого Паша сам себе. Не, не, не. Так моя атака нуне И целую твои щечки в этом дурдоме очень весело. Я получаю удовольствие. Не знаю, от кого, но это обратно было именно к ним. Желаю каждому пацану поистине хорошую двойную шаурму. Вот так. И лишь валентинки одного автора отверто вказали на его освещенность и высокий уровень культуры. У нас, оказывается, очень грамотные люди на проекте, которые любят читать книги и все тому подобное. Очень нравится Наталка. А, это Дионис? Нравится. Наталка? Подоконьте себе на Наталку. Читаю Валерию довольно симпатичную. Тот же самый автор. О, тут написано. Это Дионис, да? А вообще я бы со многими попекался бы тут. Это Дионис. И ко мне ДВ. Неординарность гумора Диониса традиционно на высоте. Если бы это окружение очень ценило истинно наш юмор эпохи Ренессанса, я бы так и шутил тоненько, понимаешь? Угу. Слово *** звучит больше, а Чупа нет. Ребятушки, у нас на проекте, я уверен, есть и люди, которые очень сильно себя любят и друг друга любят. Друзья, давайте поаплодируем нашей паре, которые сегодня пришли как муж и жена. Да, у меня есть поздравление для тебя. Пупсик. Пупс просто. Самому лучшему мужчине во всей вселенной. А, в смысле, они участвуют как муж и жена? Давай порвем их всех. Самый талантливый, самый яркий, самый любимый по скрипту. Люблю тебя, мой Пупс. Борька! Борька! Я думаю, что мы с моим мужем Вадимом будем очень сильной командой. И думаю, даже дойдем до финала и сможем забрать приз. Ребят, давайте поддержим творческого человека, который хочет признаться в любви своей жене. Давай, ломай нас полностью. Тихо. Да тут так, маленький фресад. Окей. Хочу полить йогуртом твои оральные брови. 83 номер 100. Оральные брови. Малыша! Это я! Какой он! Что такое оральные брови? Оральные – это род брови. Что? Господи! Рамина, тебя хочет Паша! Не отдавайся! Это я! Орель! 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 Э это я помню. Да, супермама. Я замужем или у меня есть муж, я не ревнивая, когда меня ревнует. Я считаю, что все должно быть в пределах разумного, но эти пределы устанавливаю я сама для себя. Вообще на самом деле, мне очень понравится мальчик, который с девушкой пришел. И как бы мы пытаемся. Не с девушкой, а с женой! Насколько я знаю! И правильно понял. ну я пытаюсь еще там как-то к нему ну блин извините пожалуйста в каждом доме своя хозяйка но я в этом доме буду хозяйкой она вообще внимательно слышала что там жена как бы девушку не понял извините ну блин не стал подвинется отобьем но это тоже вижу такая непростая не пальцем деланная ну когда-то с дионисом была девушка пришла не стал подвинется уж то жена ничего страшного могу быть любовница мешканців же чекает сніданок який вони замовили напередодні а відповідно сумма банку зменшилась на 105 тисяч гривень это что было вообще что за звери а хозяйка душу ждем мы ждем пальмиру ничего не пальмиру все решили все зато ребята мы ждем пальмиру вот есть ребята которые хотят просто распаковать мы решили если мы уважаем друг друга мы ждем пальмиру она хозяйка дома а в чем уважаем уважаем было правильно а что я рада жала друг друга или пальмиру голоднень очікувань господині дому не на жарт раздратували мешканців я так же голодна как и остальные но это не позволяет мне вести себя ка** ну по сути ого что это 5 минут для того чтобы рассортировать это потом все получают завтраки понятно ребята отойди пальмир а что то я не понял что это за наряд пожалуйста 5 шахов назад номер один я сказала номер один не хочешь жрать пошел вон тактика номер один сначала ребята правил нет все что хотите то и делайте номер один будешь жрать пошел вон что ж как я решила так и будет чё ты альёшь наш самоутрат мы тебя ждали 40 минут спасибо а теперь ты начинаешь тут карусели крутить будешь давать так и куплять в очередь ты изменивши вчора все правила пальмиро розумела что таким чином добробут в доме не побудуешь Та чи не ПД бьют ее власне переконанья до новых бунтів? Номер 56. В бунте участвовал. Где? Вчера. Алкоголь выстрелил? Отказ. В смысле? Мы согласовались вместе, что мы сегодня алкоголь вообще не пьем. Так ты же сказала потом вечером, что все правила и так далее отменяются. Что делаете, то хотите. Тут получается, что все-таки правила есть тот, кто участвовал в бунте, то не ест. Вы завтра остаетесь без еды. Кто шампанское брал? Ты? Ты остаешься тоже без еды. Раз, два. Со всей моей любовью к Пальмире я считаю, что это очень жестокое наказание. Наказание, которое она может наказать, достаточно. Но еды лишать она не имеет права. А, ты участвовала? Нет, ты не кушаешь. Ты не кушаешь. Ты вчера нарушили правила, которые я установила. Я сейчас все выброшу на пол и никто есть не будет здесь. Или не едите, или не ест никто. Вы вчера нарушили правила. А ты запретишь хавать, б***ь. Я имею право запрещать. Я сейчас тебя вот так подниму, поставлю. Еще раз, я объявляю. Ты не понимаешь, ты не умеешь руководить. Мы вчера об этом говорили. Ты, б***ь, об этом плачь. Те, кто нарушают правила, которые я устанавливаю, будут наказаны. Ребята были уведомлены в этом. Я сказала, диктор не будет здесь. Что, б***ь, не надо здесь. Жесть какая. Едрить. Что не выпуск, кто трешняк какой-то. Да, я сказала, б***ь, идите или никто. А ты снимаешься, он такой, я тихонечко возьму два судочка. Заметь этот момент, давайте. Берем. Такой, оп, тигариком, оп, подобрали. Поняла, или вы. И стоять, там сзади махач происходит. А он такой, типа, я так, вы мне не мешаете. Такой, беспалевный. Или никто. Света, это сапогало, я не знаю. О, посмотрел. Сейчас еще сутковый. Смотри, смотри, смотри. Это был вашего. Есть правила. Я на него смотрю просто. Которые я устанавливаю. Я здесь лидер, это не делю, понятно? О, б***ь. Это что прилепил он? Ядры. А что он в него кинул? Подождите, секунду, назад. Что это у него на очки прилипло? Какие? Которые я устанавливаю. Я здесь лидер, это не делю. О, он пережил. Б***ь, какое свинство. Он переживал. Плюнул вот этой своей пережеванной хренью в руку. И кинул в нее. В неделю, понятно? Да. Я в шоке. Я, мягко говоря, в культурном шоке. Человек проявил себя как просто душевная хренья по отношению не только к... Да, слушай, ты не лучше себя проявил, я скажу. У меня вообще ко всему коллективу, я считаю. И все, я резко отреагировал. Я признаюсь честно, я взорвалась. Нельзя отбирать еду. Ты пользуешься положением не в ту сторону. Еду, б***ь, даже б***ь не забирают. Отвечаю, даже у б***ь на зоне не забирают еду. Отвечаю вам. Меня постоянно увольняют с работы. Потому что постоянно узнают. Что я ворую, да? Я согласен на многое. Мыться в холодной воде, мыться влажными салфетками, спать на полу. Но я не согласен терять сознание или ходить вялыми за едой. Как она мне может сказать, ты не ешь теперь? Б***ь, геетолог, б***ь. Сегодня все, можно сказать, в голодном обмороке. То есть в каком плане? Все голодные. Мне сегодня не нравится, потому что мы стали собаками. То есть я сам даже... Ну я бы тоже, я бы еды не лишал бы. Это, ну, это... Знаете, как воды лишить. Еда, вода, это, ну, необходимо. Ну, то есть нельзя. Ну, это... Блин, ну, она вот в некоторых моментах перегибает. То есть то она делает и что хотите, то, блин, нет, ни хрена вы будете же по моим правилам. То возьмет еду, покидает на пол. Ну, ты же другим не дала еды. Ну, по факту, кому-то не хватило. Уподобился животному, кушали из пола, ну, ничего страшного, потому что из земли оно происходит, и из земли мы и кушаем. Я надеюсь, что с обедом такой ситуации не будет. Да нет, если суп полетит, то жалко будет. Я не считаю себя собакой, я не буду питаться с пола. Обговорення конфликту з ежей поглинули дим. Я полностью поддерживаю пальмью, ***. Очень правильно. Конечно, ты понимаешь, что мне не будут жрать, ***. Она, получается, сказала, вы не будете жрать, она высыпала всю еду остальную на пол. И взяла себе свой судок. Она высыпала их еду на пол? Всю, всю. Это неправильно. Я правильно, что она не дала ей ***. Какой способ это под***ть ***? Пока одни обговорювали, инши намагались діяти, дающие поради. Вони диктатуру не сприймуть. Это 100%. Это у нее такие, знаете, у нее просто такие лосины, как будто она голая. Но она не голая, это лосины. А выглядит так, как будто я не знаю. Ты для них, ну типа, ты для нас, типа, хороший, ну для адеквата, ну ты понимаешь. То есть тебе десь майже весь другой поверх поддерживает. Ну, кроме кількох еще змеючих, яких ты біля себе прогрела. Збираюсь взять с собой книжку Дейл Карнен, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Сподіваюсь, воно мне на проекте знадобиться, потому что таки знания зайвыми не бывают. Я пропоную щось десь с ними, ну не то, чтобы пробовать говорить. Потому что пробовать говорить, я бачу. Ты пробуешь говорить, воно на тебе бежит и давай бити. Щось десь трошки, може, їм піти на поступки. Хотят бухло, хай выиграють в конкурсі. И на эту сумму людям, которые не пьют, мы берем творог або фрукти, открываем один шкафчик. Ну, например, нам нужно выиграть 200 тысяч. А кто-то берет бухло. И тот, кто пьет, делит между собой бухло. Той, кто не пьет, делит между собой молочко или фрукти. Так само с этой черви. Это не прокат от 1 до 50, от 50 до 100. Кто подошел в порядок живой черви, давай попробуем в порядок живой черви. Впевнившись, що авторитаризм тут не працює, господиня дома обирає більш лояльну модель правління. Мне не интересны конфликты с вами, понимаете? Ну, я не для этого сюда пришла, честно. И у меня уже само переболняется уже все. То сначала сделай, то, ребята, я не хочу с вами ругаться. То, блин, кинет еду на пол, ну, ребята, ну, я отменяю правила. Что-то у нее из крайности в крайность. И мозги, и я уже на грани нервного срыва. Я привыкла жить в таком обществе, где меня слышат, понимаете? Потому что я не желаю никому зла вообще. Вот верьте, не верьте, как хотите. Я попыталась со своей стороны организовать как-то наше общество. Если у меня не получается, мы будем это делать вместе. Честно скажу, я не планировала отказывать давать еду. Но я хотела, чтобы люди, которые вчера пошли против тех правил, которые я поставила, окей, правил, допустим, если бы они сказали, если бы они просто отошли в сторону, проявив чуть-чуть уважения, я бы никогда в жизни не обделила едой. Никогда. Тебе надо просто было к нам найти ко всем подход. А главное – к лидерам. Потому что за лидерами непроизвольно слабые идут. Когда ты захотела взять колбасу, никто даже этого не заметил. Ты молча, ты сделала правильно. Подошла, взяла, нарезала. И хоть по ни***м и поели. Это можно слово, я вот это за это время, мне вообще все нравится просто, я специально наблюдаю. Мне просто интересно, я вырос в такой сфере, где постоянно вот такое. У меня никогда в жизни я не видел хорошего, никогда. Это для меня родной, это хаос. В 17 лет я работаю, мне 42 года. Постоянно вижу завод, дом, семья, работа. Металлург. Дом опять. Нигде, никуда не могу поехать. Есть права автомобильные, нема машины. Есть. За гранд-паспорт никуда не ездят. Вот я заработал на свою жизнь и хочу увидеть больше, лучше. Я в жизни видел много. У нас будет полюбасу, будет все нормально. Понты никогда не шли и не надо понтоваться. Тарас, это к тебе относится. Слово я, поверь мне, не должно быть вот так вот. Нужно договариваться полюбасу. Если ты хочешь, хочешь это бухануть, хочешь, сейчас договорим. Два человека нам, иди, дергай двоих, у тебя твоя команда, иди сюда комнату. Давайте решим, что-то замаломорим, что-то решим, бабки договоримся, и все будут довольны. Все, голосуем. Короче, мы будем дружить, у нас все будет нормально договориваться и быть людьми. Все, спасибо. Схоже на те, що шанс мирного співиснування все-таки потроху витісняє хаос. Пришли к общому консенсусу, что из каждой компашки, коллектива, комнаты будет уделено несколько человек, которые будут помогать мне в процессе управления. Я была не права в контексте того, что пыталась это все сделать сама. Это очень сложно. Но у нас все впереди, и я надеюсь, что все будет нормально. Это очень хорошая среда, закалить себя, закалить свой характер. Если у меня есть такая возможность, почему бы мне это не сделать? Та в политике примирения з'явилась опозиция. Твою я свою выскочку звезду, она все равно еще оденет. Прийдет время, она оденет. И эти помощники, ну, эти помощники же сами просто скажут, так, отошла на заднюю планку, все. Надо было сказать, ты что, свиньей маме так на пол свыряешь, что она же... Подошел по бакет. Черная собака, учера хватает мешок, хватает тапочку. Не нужно ее так называть. Нужно иметь уважение. Если девушка не нравится, это не означает, что ее муж оскорбляет. Настюшечка, дай фантик. Опа. Да не, ну просто достала, я тоже все эти дни молчала. Ну как можно так обращаться жить? Эдик, это правда. Для тебя правда, для меня... Ну значит, ты, до свидания, Эдик. Тебе здесь делать нечего. Ты здесь не найдешь общий язык ни с кем, если так будешь с каждой *** общаться. Это уже сексизм. Это уже твои проблемы, где ты будешь тусоваться. Ты думаешь, что я... А тебя здесь все отвернутся, и никто с тобой не будет общаться. Никто. Тебе нужна поддержка, чтобы ***. Которые поддерживают меня на встречу. Конечно, конечно. На порозе дома с неочікуванными решениями та новинами ведуча шоу Оля Цибульська. Что, даст вас, возможно, заработать денег? 14 февраля. Добрый день. Добрый день. Один классик сказал, что добро, справедливое добро, может народиться только из зла. Но то, что было у вас в доме вчера в вечере тут, это было не зло, это было пекло. И мне соромно за вас. Соромно за каждого. А еще соромно тому, что часть из вас делает выглядеть, как ничего не случилось. Как он этого не помечает. Как он не имеет никакого до этого отношения. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вы знаете, про что идет говорить? Про деньги. Про деньги? Нет, про сигареты. Про нашу поведение. Да вообще не об этом речь, ребёнок. Про поведение по отношению друг к другу. И про гроши. И про магазин. И про цигарки. И самое главное, наверное, по отношению к девушке. Для тех, кто не знает, почему я саме так начала с вами сегодня разговаривать, давайте поднимемся на экран. О, сейчас, наверное, покажут, как Дионис с ней общался, толкнул, да? Этот момент будет. Да, да. То есть они решили его превселюдно опустить. Да, да. Это кепка, не фантазируйте. День, красиво сняли? День, красиво сняли? Да даже некрасиво сняли. Відео закінчилось. Зараз я розмовляю. Мене больше всего вразило те, что я мама маленької дитини, дыхаю одним повітрем. И справедливым, який заробляет гроши, важкою працею и хочет, чтобы в стране все было справедливо. И спортсменом, який виграет, який смагается на смаганиях и знает, что борьба будь-яка має быть честной. Я сейчас дыхаю одним повітрем и с тем человеком, который с утра читает молитву слов и хочет, чтобы все было справедливо. И никто из вас не заступился за Аню. Она женщина. Так, мы женщины экспрессивные. Мы делаем ошибки, но настоящий человек это не тот, кто носит яйца, извините, в штанах. Не только тот, а тот, кто умеет себя вести по-другому. Буду слушать. Три раза я ей говорил, делал замечание, она меня послала. Я ее толкнул, а не ударил. Я мужчина, молитва слов. Если бы я ему еще морду бил, так какой с меня христианин тогда? Нашли, извиняюсь за выражение, козла. И надо его жарить по полной программе. Потому что кто-то типа решил, или я так сказал, если мы семья, то мы будем семьей. Будем полюбаться. И вот если бы вас лично, Ольга, кто-то бы постоянно бы дергал бы, цифлял бы, оскорблял бы. Я не знаю, насколько у вас бы психология бы сработала бы. Вы воспитанный культурный человек любого человека. Рано или поздно можно сломать. До такой степени надо быть мужественным. Это он плохой поступок сделал. Я сам делаю такие ошибки. Я сам не герой. Но жизнь такая. Есть просто типа аж девуль, понимаешь? Есть женственные, не буду называть имена, но есть у нас таких достаточно, на которые ну просто, я не знаю, ну под стволом пистолет, рука там вообще не поднимет. Даже толкнуть не смогу. Ну я тебе реально говорю, ну есть вот такой типаж, понимаешь? Есть такие, ну а есть такие, конечно, астроязычные, что не хочется, знаешь, так по заднице так лязнуть, ну то такое. Понимаешь? А ну вообще все началось из того, что мы взяли виноград. Он мне дал, я ему послала, это правда. Я всем это сказала. Я всех послала. Вот. И он ударил меня по губам очень сильно. Она говорит, ну так ли горит? А ну как? Потом, когда я пришла в комнату, он посмотрел на меня. Зараз все молчать, вы хотели, чтобы Аня сказала. Она сказала, я послала его. Ну типа для нее это норма. Это не оправдание, что можно физическое насилие прикладывать. Ну слушайте, но посылать человека и думать, что типа ничего тебе за это не будет и это считается нормой, это тоже ненормально, согласитесь. Представляете, кто-то вам подошел, не подскажет, сколько времени. Пошел ты на. Это нормально? Ну нет же, конечно. Ну то есть, она тоже далеко была не подарок. Еще раз говорю, я не оправдываю того Диониса, то вообще как бы отдельный момент, но и она себя ведет очень... Посмотри на меня, говорю, что? Он говорит, все, ты меня довела. Он просто зашел, толкнул меня. Он не ударил меня по голове, кепка слетела. Но он толкнул меня и я потолкнул. Когда ты подошла, прошу прощения, что я перебиваю, когда ты подошла, ты матом крыла его. Мы орали друг на друга и ты первая его ударила. Так он меня толкнул, он меня толкнул, говорю, ты чего? Мне, мне реально... То есть если мы... Давайте так, чтобы проще было, ясно, что мы живем в таком мире, там мальчики, девочки. Но давайте уб... Я просто за то, что прикладывать физическую силу, там маты, неважно, ни парень, ни девушка не должны. Нельзя до такого доходить. Давайте опустим гендерные моменты, мальчик, девочку. Убираем в сторону. Все, забыли. Кто из них пацан, кто из них девка. Стоит, это материт. Тот ее толкает, а тоже материт, кидает в него тапок. Тот ее... Ну, то есть... Она пошла, а-ля как спарринг-партнер. Если мы сейчас возьмем в правила равноправия. Еще раз говорю, никого как бы не оправдываю. Но... Я бы не сказал бы... Одно дело, если бы такая была бы спокойная, ничего не говорила, не материла, подлетел на нее, толкнул, ударил, вообще вопросов бы не было. Но тоже провоцировала. Мне тоже соромно за вас. Ну, биться нельзя. Ты матюкаться не надо так. Вы сейчас хотите выправдать в тот момент, когда вы себя вели не как люди. Это ненормально штовхать людину. Чи человеку, женщину, чи женщину и человеку. Хорошо, а женщине нормально посылать? Не самого Диониса. Типа это нормально? Ну, тоже ж ненормально. Те, что человек в два раза сильнейший, амбитнейший мужчина смог поднять на ней руку, это значит, что на тебя кто-то поднимет руку, и я пройду повз. Пальмира, ты сегодня господарю дома, поэтому я прошу тебя, как господаря дома, принять сейчас решение. Остается он в доме, или он домой. А, она может Диониса выгнать? Ну, у нее сейчас большой шанс его выгнать. И? Ну, ты же так хотела, чтобы он ушел. Нет, не остается, уходит. Ага, ага. Ну, а ожидаемо. Ну, а что гонишь? Мочи ее, давай, давай, е**, е** ты! А, демократно. Девочки, правильно, да? Если женщина, да, если женщина допросилась, тогда ей е**, 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 е**. Так какие решения? Что, е**, то одну жалею, е**, а теперь нельзя закрыть дверь, е**. Е**. Вообще ни капли не оправдывают, то когда там я тебя тоже, там же, помните фразы, я тебя зарежу, то-то я тебя убью, то-то, фу, это так мерзко выглядело, вот это вот, то есть тоже так себя ввел противно, что, блин, аж стыдно было. Я там, 99, скорее всего, даже, я сказал бы, процентов. Хочу пожелать удачи, они очень нормальные все, красавчики. Так хотела, чтобы я е**, а поняла, что, как бы, не стану этого делать, она вот из зависти просто взяла меня и проголосовала, чтобы выгнали. У меня несколько вопросов, хочу, чтобы вы на них по черзи ответили. Я спробую. Первое вопрос. Это единственная кандидатура на сегодня и на выгнание? На данный момент так. Я взагал не хотела, чтобы кто-то сегодня и что выгнал. Доброе. Тогда второе вопрос. Стосовно правил и Кодексу Украины, там, про наши права, Криминального кодексу, чинного законодавства. Моно діє тут? У будинку діє, чинный законодавство в Украине. Чинный законодавство. Тобто так. И то, что вчера было порушение этого законодавства. Пояснись. Было телесное похожество Богдана. Раніна! Богдана, ты хочешь написать заяву? Где Богдана? Да, я хочу написать заявление. Богдана. Пропустите Богдана, пожалуйста. Богдана, сьогодні, если ты готова написать заяву, в этом доме будет полиция, и ты сможешь это сделать. Я готова. Добре, ждать побои. Добре. Раніна, ты хочешь почати новое життя. Ты робила помилки в житті. Ага, да-да. Все хорошо. Но вчера и позавчера ты была первой, кто начинал разграбывание этого магазина. Ты понимаешь? Этот кипиш начинался чаще всего из тебя. Я не хочу, я не хочу, чтобы это продолжалось. Можливо, кому-то, что-то в этом жизни, в этом доме падает на голову просто так. Ты за все борешься. Поэтому борися и не подведи себя в первую очередь. И еще, будь ласка, это время вашей уваги. Оскільки магазин за вчера было полностью выпустошено, забрато все, вы не думаете, что вы делаете, вы не думаете, для чего вы делаете. Вы не цените, в первую очередь, самих себе и не поважаете. Магазин сьогодні пополниваться не будет. Дякую за увагу. Оля, Ольга, у нас еще не будет. Дякую за увагу. Ага, ну они меня понимают, что типа, сейчас мы пополним, а не опять бомбанут, и что думают, останется вообще там в итоге. Это подняло в доме хвилю эмоций. Лично мне Дионис ничего не сделал, но решение Пальмиры я считаю правильным, потому что от этого человека неоднократно были проявления агрессии. Я считаю, что Пальмира поддалась эмоциям. Враховывая ситуацию, что в ней был конфликт также с Дионисом, она поддалась эмоциям и приняла решение, выходя из эмоций. Инциденты этот с девочками, что бьют мальчик и девочек, заламывают, это неправильно. Я выросла в ужасных условиях, но я знаю, что это неправильно. Я знаю, что себя люби и уважай, и тогда все будет хорошо. Я категорически против, я хочу, чтобы он остался, ну, уже не вернуть, ладно. В общем, я за то, чтобы он остался, просто потому, что он человек классный. Почему он меня не толкает? Почему он не бьет другую? Вон там сидит девушка, я не знаю, мило одета, она ведет себя женственно, не матерится, не толкает, не бьет, не провоцирует. Это как и есть разные девушки, разные парни, да. Вот мы видим эту всю маленькую модель страны, то есть люди разные. Он ее тоже не трогает, как человек он нахерил. Меня никто не обидел, и ни из мальчиков, ни из девочек вообще. Почему? Потому что я никого не провоцирую. Это дебе просто, и все. За одним из правил шоу, учасник, який находится в зеленой зоне и собирается покинути проект, может переместить будь-кого из жителей из червоной зоны до зеленой на свое место. Налагодивши безпеку в своей комнате, наш мистер справедливість Ігор вирішив скористатися цим правом. Хочу переместити присяжнюка Юрія, своего брата, из червоной зоны в зеленую зону, згідно правил гри. И хочу покинути эту игру. Все. Всім до побачення, я додому. Ні! Серйозно? Головная не участь, а перемога. Ты что, прикаливаешься? Вас залишається Юра. Я не хочу бути причетним до... до мяса. Я розумію, що тут може закінчитись дуже... Чого ти, як мужик, не побив того мужика? А тому що, по-перше, по-перше... Я про те, що... Юр, тихенько, ти дав питання мені? Так, просто... Із логіки скажи. Із логіки. Перше, я не бачив конфлікту самого. От, по-друге, я вважаю, що якщо жінка собі дозволяє, вона може отримати зацелянку. Це мій рідний брат Юра. Реально? Я кажу, похожий. Тому я кажу, я в ньому впевнений, тому я і кажу, що він вас може потягнути і підтримувати. Дівчата, які ще з самого початку поклали око на Ігоря, прощаючись, з ним влаштували справжню церемонію оплакування. Не уходи! Церемонію оплакування. Все нормально. Я йду в дом. Так не жить без тебя. Залишайся. Надеюсь, все буде добре. Надеюсь, побачу тебе через... Через 39 днів. Мамі, привет. Сказали, що не можна забирати. Через 39 днів... Мамі, привет, давай музей. Все, давай. Так, він спів. Все, пока. Ви можеш залишити, то не надо. Вже все. Вже все. Вже все. Вже все. А де мене бути? А де ви ділили? Давай, подумай. Ви може бути. Дівчата, де ви ділили? Дівчата, де ви ділили? Ну так, давайте мені в суттяму, і, будь ласка. Ну, дівчата. Ну, давай. Все, все, пока. Все, давай. Але мені в суттянки відпишуться. Від леві не відкривають. Давай, щасливенько. Холодно. Мені з ним було комфорту. Мені завжди було з ким щось обговорити, і він мене завжди розумів. Зараз такої близької людини не буде. Звичайно, це буде важче. Але в будь-якому випадку є гарні люди, є з ким спілкуватися. І є однодумці. Я думаю, що ми зможемо прихотись далі. Все це все время він спів на полу. А дівчатам уступали з міста все на кровати. Чоловік, який був не тільки просто злым лідером, він був справедливим. Чоловік, який действительно ушел героем і для мене личним победителем. Він просто очень далек от всіх. Він, можливо, і общався, то і наверху. Він видно було, що це для нього дуже больша тяжесть. А коли людина давить щось, він так чи інакше решить для себе в голові, ммм, стоїть ми тут остатися чи ні? Остається все менше і менше адекватних і нормальних людей. Більшість людей слишком невменяемі. І знаходиться в цьому обществі у мене тоже желання становиться все менше і менше. У мене тоже желання сьогодні уйти. Та поки Богдана роздумує про вихід з проекту, Раміні не дає спокою поліція, яку викликала Оля Цибульська на прохання Богдана. У зв'язку з ошибкою, яка була зроблена ще, скажімо так, в юному віці, мені трудно знайти роботу. Настільки трудно, що я реально іноді просто, мені нечого є і мені нікому звернутися. Я розумію, що все в моїх силах. Якби у мене було хоча б своє маленьке справи, у мене були реально гроші на їду. Але я не можу знайти человека, який вложить, тому що мені потрібно буде віддавати ці гроші. Ну не видно, що ти хотіла зароботи деньги, ти прям так хотіла піти на цей проект, щоб зароботи, ти ж опустошаєш банк. Где ти зароботи? Ти постоянно його робиш все менше і менше. Ну, противоречить себе, да? Согласитесь. Типа я пошла на проект, щоб зароботи, а на самом деле, первая, хто сливає все почисту. Мене вільне хватить цих грошей. Мене реально хватить відкрити ателье, і ще й допомогти детському дому, бо я виросла в детському дому. Я знаю, як це. Ну, і коли она сказала, що закасенся, я реально просто вспомнила, що я там робила. Богдан, а можна тебе на минути? Я не боюсь. Не пиши заявлений. Ну, хорошо, я тоді з тобою поговорю, якщо тебе не смущається. Смотри. А ты щас це зробиш, і ще всі будуть на нас. Можеш смотреть? Все. Я, ну, пока не готова. Така ситуація. Я не хочу винить тебя в тому, что ты воду вылила, чай, и что ты там сделала. Я была в состоянии такого эффекта, что я не подумала, что я сделала. И просто сейчас есть один контакт. Я ранее судила. Я очень тебя прошу, не пиши. Просто полиция едет. И только от тебя сейчас зависит. Просто ты меня посадив второй раз. Я уже не переживу. А выйдем потом начать. Все, она не будет писать заявление. Она хочет ее выслушать. Ты, когда находишься под камерой, у тебя все. Ну, нельзя так. Я понимаю. Мы сейчас, в принципе, под камерой. Я имею ввиду, когда там или в этой коалиции, перед ними ты хочешь, чтобы быть лидером. Я забыла просто ради чего я сюда пришла. И когда сегодня была Оля, я вспомнила. Просто никто не знает, какой кассив у меня был, что у меня было. Вы знаете поверхность. К сожалению. Рамин, то, что у тебя было там твое прошлое, ты должна его изменить. Это было прошлое. Я хотела прийти сюда и не драться ни с кем, никаких конфликтов. У меня было хорошее от тебя впечатление, когда, ну, вот, визуально, по соцсетям, по тому, как ты, ну, после проекта, когда после пацана, как ты себя вела, я поменялась. Я поверила, что ты была уже адекватная. И тут снова ты стала бешеной девочкой, которая готова убить. Ну, нельзя так прям, ну, в хлам драться. Короче, она не будет писать заявление, я понял. Ну, боксор, ты не на ринге, и ты уже в жизни, ты не там, где ты была когда-то. Ты как думаешь, сколько я пролила слез, потому что у меня убили отца, и у меня точно так же, если бы не было людей рядом, ты бы в аффекте могла бы меня забыли. Нет, 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 нет. Покали, и меня могли увезти в больницу. Ну, не все так, я не хотела тебя пить, я вообще не хотела драться, я не знаю, что случилось. Я прошу тебя просто о моей жизни. Сейчас реально моя жизнь в твоих руках. Меня посадят. В связи с тем, что я ранее судима, для таких, как мы, нет. Да нет, думаю, за драку бы не посадили. Понимаете, у нас нет второго шанса. Полиция на порозе. Что ждет Рамину? Продолжение шляху до ее мети? Или все-таки вязница? Сегодняшний день, как и предыдущий, был насыщен на подъеме. А, это мы уже теперь узнаем в следующем выпуске, да? Я здесь лезю, это неделю, понятно? На сніданки витратили 105 тысяч. Зараз в бюджеті 1 млн 745 тис. грн. И сьогодні магазин больше не поповнюватиметься. Магазин завчора было полностью выпустошено. В доме оголосили боротьбу с хаосом. У нас все впереди, я надеюсь, что все будет нормально. День всіх закоханих відкрив чимало взаимних симпатій серед мешканців. Пашки 006, ты такой секси. Проект покинуло два яскравих учасника. Правозахисник Ігор. Я не хочу бути причетним Дионису до мяса. Та один з найексцентричніших мешканців Дионис. Він же великолепний. Так хотела, чтобы я ее ***, а поняла, что как бы не стану этого делать. Цікаво, чи вдасться Пальмирі навести порядок в домі після усунення найзатятішого дебошира? Ну, как вам? Если вам нравится, просто буду благодарен за лайк. Вам несложно, мне приятно. И уже очень скоро новый выпуск вместе с вами. До скорой встречи.